Это программа День с Толком в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Два с половиной часа и два десятка вопросов. Как прошла первая прямая линия губернатора в Алтайском крае? Щели в стенах, толщиной в руку протекающая крыша. Сколько еще ждать ремонта детского сада в Бурле? Прикован к креслу, но не отчаивается и считает, что все проблемы в голове. Как живет и творит барнаульский блогер-кулинар? Более четырех тысяч вопросов поступило на прямую линию с Виктором Томенко. Губернатор накануне в прямом эфире ответил на самые волнующие вопросы жителей края. Как политики, общественники и простые люди оценивают новый формат общения губернатора с населением, мы еще расскажем в ближайших выпусках. А пока о самых острых вопросах, на которые ответил Виктор Томенко в сюжете Ирины Корчагиной. Два с половиной часа в прямом эфире. Более четырех тысяч обращений. Впервые в таком формате губернатор Виктор Томенко отвечает на вопросы жителей региона. Прямая линия началась, пожалуй, с самой волнующей темы – вакцинация. Как отметил Виктор Томенко, прививка от коронавируса – это один из главных способов победить инфекцию, не доводя регион до локдауна и комендантского часа. На сегодняшний день в крае привито 814 тысяч человек против миллиона непривитых. Но сколько можно прожить в режиме подвига? Вот этот вопрос ведь себе тоже надо задать. И, конечно, нельзя только медицину, только врачей оставлять один на один с этим заболеванием. Мы все вместе и каждый в отдельности должны им помочь. В правительстве региона надеются, что уже к весне следующего года в край сформируется коллективный иммунитет против коронавируса. А значит, можно будет наконец-то уйти от системы QR-кодов, к которой многие жители региона по-прежнему относятся крайне негативно. Поэтому на доводы некоторых жителей о сегрегации и нарушении Конституции остается отвечать. Это вынужденные меры. За неделю от ковида стали умирать более 200 жителей края. Решая задачи более важного, более сложного, серьезного порядка, связанные и со здоровьем, и с жизнью, многих-многих людей приходится идти на эти меры. Как только ситуация будет улучшаться, мы будем их, конечно, отменять. Это ненормально. Ничего приятного в принятии такого рода решений нет. Еще один бесконечный список вопросов поступил на прямую линию от сельских жителей, в частности фермеров. Напомним, с 11 ноября в Алтайском крае запрещена продажа домашнего мяса, если животное забито на подворье, а не на специализированной бойне. Проблема коснулась многих крестьян, ведь теперь у них появились новые затраты. На логистику, услуги бойн. При этом бойни есть не в каждом районе. Виктор Томенко пояснил, что обратного пути у региона нет. Отменять новые правила никто не будет. Таковы условия техрегламента Таможенного союза. Технический регламент на производство мяса и что с этим связано, он утвержден еще в 2014 году. Он не предусматривает подворового убоя скота. В разных регионах по-разному как-то справлялись ситуации, но мы в числе последних, у которых пока этот подворовой убой сохранился. И сохранился он потому, что нашли там лазеечку. Тянуть дальше, это значит, что просто получать санкции от контролирующих, регулирующих органов. При этом губернатор подчеркнул, что власти окажут поддержку при оформлении земли на строительство бойн. Кстати, с начала этого месяца в регионе уже открылись 8 новых бойн. По мере их появления во всех районах власти рассчитывают на выравнивание ситуации. И еще один вопрос, который Виктор Томенко не смог оставить без внимания. Виктор Петрович, уважаемый Виктор Петрович, убедительная просьба к вам решить проблему, помочь в решении проблемы нашей ТЭЦ. ТЭЦ Ярового – самая известная теплоэлектроцентраль Алтайского края. Печально известная. Зима только началась, а жители города-курорта уже попали под перебой с отоплением в начале ноября. Старые котлы постоянно выходят из строя. В очередной раз ситуацию под свой контроль вынуждены брать в правительстве региона, в том числе финансовый контроль. Сейчас на ТЭЦ проходит проверка. Параллельно создана антикризисная команда из сотрудников Алтай-Краэнерго и СГК, которая сейчас работает на объекте. Этот зимний период, отопительный зимний период, придется точно так же, как и позапрошлый, проходить в уручном режиме. Ну и второе, значит, все-таки работу, работу по подготовке перспективы надо провести и надо нам на необходимое решение выходить. Но пока будем эксплуатировать вот это хозяйство, которое досталось нам из прошлых времен. За два с половиной часа в эфире Виктор Томенко ответил почти на 30 вопросов. Все остальные, а их более 4 тысяч, перенаправят в профильные ведомства. Кстати, губернатор признался, что новый формат общения с жителями региона ему понравился. Поэтому прямую линию планируется провести и в 2022 году. Ирина Корчагина, День с толком. Под усиленной охраной сразу 4 района края. Причина тому не коронавирус, а Новый год. Так в Тагульском, Тягунском, Черышском и Горноколыванском лесничествам за елками следят особенно строго. Незаконные рубки уже начались. И нарушителей не смущают наказания, хотя они могут быть и весьма существенными. Так, срубив или выкопав ель не выше метра, назначается штраф до 4 тысяч рублей. Если хвойная красавица окажется выше, то наступает уголовная ответственность. Штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на два года. Статистика последних пяти лет говорит о том, что в предновогодний сезон в крае незаконно вырубают до 700 елок. И наносят ущерб до 7 миллионов рублей. В этом сезоне счет уже начался. Воспитанники Бурлинского детского сада «Одуванщик» долгое время были вынуждены заниматься в аварийном помещении. На данный момент один из корпусов учреждения полностью закрыт для детей, а группы перемещены в соседнее здание. Однако в ближайшие годы ситуация должна измениться. Спустя пять лет попыток руководству района удалось внести здание в краевую инвестиционную программу. Подробнее в нашем сюжете. Это у нас здание 60-го года постройки. Здесь у нас находились самые маленькие детки. Была ясельная группа. Но в течение пяти лет мы здесь перестали вести прием. Родителям малышей отказывали из-за состояния помещения. За 60 лет детский сад «Одуванщик» не видел ни одного капитального ремонта. Здание строили без фундамента, поэтому оно поплыло. По стенам пошли трещины, со стороны улицы отошла кирпичная кладка. Сюда поместится рука взрослого человека. Внутри перекосило подоконники. Не открываются. Почему? Потому что если мы их откроем, у нас просто-напросто стекла повылетают. Потому что у нас окна пришли в негодность. Вместе с тем крыша здания течет, краской штукатурка отслаиваются, обшивку потолков усиливают стяжками. Здесь занималось больше 30 детей, но из-за ужасного состояния всех перевели в соседний корпус. Сейчас в аварийной части работает только пищеблок. Его больше негде разместить. Пищеблок у нас очень страшный. Он не выдерживает никаких проверок Роспотребнадзора, потому что там все страшно. Поэтому после проверок администрации детского сада приходится оплачивать штрафы. Состояние здания не может устраивать и родителей воспитанников, которые боятся, что стены могут попросту рухнуть. В эти здания еще ходила, извините, я очень много лет назад. И они уже непригодны. Нужен ремонт тщательный. Однако в ближайшие годы должен начаться не просто ремонт. Администрации Бурлы удалось войти в краевую инвестиционную программу. Село ждет строительство нового отделения детского сада на то же количество мест и капитальные работы в оставшихся корпусах. Проект находится на начальном этапе в этом году. Нас единственное, конечно, не устраивает то, что это долго. Этот год проектирования, следующий год еще проектирования и строительство возможно только начаться через год, в 2023 году. Но глава района надеется, что документацию составят раньше срока. Тогда и строить начнут раньше. И возможно в 2025 году за маленьких бурлинцев не придется бояться. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле на два месяца перекроют движение на улице Матросова. Конкретно участок от улицы Антона Петрова до Советской армии. Проезжую часть перекроют 1 декабря в 8 утра. Движение будет возобновлено 1 февраля в 8 вечера. Причина перекрытия – ремонт канализационного коллектора номер 15. Он обеспечивает водоотведение для 250 тысяч жителей города. Модернизировать коллектор будут сотрудники водоканала. За два месяца они смогут провести замену большого участка трубопровода. Также в водоканале пояснили, что у них нет возможности избежать перекрытия проезжей части. Поэтому барнаульцев просят отнестись к работам с пониманием и выбирать пути объезда. У Макса сегодня побывала наша съемочная группа. Собственно, так называется YouTube-канал Барнаульца Максима Богдана. Уже несколько лет Макс готовит и езд вместе со своими зрителями. Скажете, что в этом такого? Просто он инвалид-колясочник и работает у него всего одна рука. Но позитивному настрою Макса и его жажде жизни могут позавидовать многие. Подробнее в нашем сюжете. Написано, как готовится это блюдо. Пойдем пробовать. Есть хочется уже Максу. Сегодня лапша, завтра охотничьи колбаски. К слову, готовил Макс всегда. В 11 сделал борщ, мама похвалила. Теперь уже в рамках личного канала. Готовит или просто пробует продукты и делится впечатлениями со зрителями. Я не делал какой-то сеттинг на кухне, не обвешивал чем-то, красот не наводил там, не вылизывал нигде ничего. Обычная кухня, обычного среднестатистического крестьянина. Который вот зашел на кухню, берет и готовит что-то. Просто что есть. Видеокамера, простенький компьютер и айфон, купленный в кредит, снимает и монтирует видео Максим тоже сам. Порой монтаж занимает 5-6 часов, но если цель поставлена, Богдан идет к ней. И вообще, без цели жить нельзя, уверен наш герой. Если я проснулся утром, мне надо знать зачем. То есть мне что-то делать в течение дня надо. Ну, жить просто, чтобы есть и спать, как бы, ну, странное такое времяпрепровождение. Его жизнь не была легкой. Сначала в 25 умерла мама, потом, когда шел с работы, неизвестные ударили по голове. Да так, что долго учился говорить, а левая рука перестала работать. Позже, зимой, в нетопленном доме отморозил ноги и остался без них. Но судьба все же преподнесла подарок в виде любящей супруги. У нее и имя – любовь. Да и правая рука работает исправно. Вот так мастерски Макс чистит картошку. Сегодня готовит и пробует это блюдо, изрядно приправленное луком. Кстати, лайфхак от Макса. Промываем от крахмала, она тогда будет зажариваться намного лучше, пожарка будет, коронизация. И снипаться не будет, будет рассыпчатая. За несколько лет, что существует канал, Макс заработал порядка 100 долларов. Говорит, за деньгами не гонится. Главное – зрители. Многие уже стали просто друзьями, которые от души дарят то, с чем канал становится лучше и интереснее. Я вот хотел, допустим, купить нож Самура. Стоит он дорого. Я, прежде чем покупать, спросил у Ильи Лазерсона, что он думает об этих ножах, стоит ли такую сумму на них тратить. Он говорит, Макс, забей, я тебе тупо пришлю их. При отношении того, что это известнейший канал Ильи Лазерсона, зона Лазерсона подарил ножи. И еще раз о целях. Помните, Макс говорил, что без них никуда. Так вот, он давно считает калории. Для колясочника важно быть стройным. Он скинул уже больше 25 кило. Так что сам только пробует, а готовит для других. Вы ведь явно не пробовали омлет из попкорна. Это ноу-хау Богдана. Есть люди, которые благодарят за видео. Это самое главное – это отдача. Вот это она есть. Любой рост человека – это всегда хорошо. Хуже деградация, падение. Если я не вышел, снег не почистил, не убрался, пресс не покачал, не приготовил, не смонтировал видео. Хоть что-то на минималках сделать просто – это уже ощущение, что не зря прожигает жизнь. Стали известны имена юных ученых и исследователей, которые поедут в Москву и представят весь сибирский и дальневосточный округ. Речь идет о финалистах Всероссийской Олимпиады «Шаг в будущее». На сегодняшний день – одного из самых престижных фестивалей страны. В списке счастливцев и те, о ком мы уже рассказывали. Стать делегатом может Алина Мишенина. Девушка собрала систему автоматизированного поддержания микроклимата теплицы для выращивания шпината. Также в списке Кирилл Писарев с разработкой малого искусственного спутника Земли. И Анастасия Миллер, которая изучила локальную флору обочин дорог в Кулунде. Сейчас их поездка, как и других школьников, под вопросом. Далеко не каждый получит возможность поехать в Москву за счет выделенных средств. Кому-то нужны будут спонсорские. А пока идут их поиски, профессора уже начинают подготовку. Каждое изобретение должно быть доработано и усовершенствовано. Из года в год алтайская делегация показывает высокий уровень. Червов называла большую научную медаль по симпозиуму, где математика, информационная технология. Максимова Виктория занимала малую научную медаль по социологии. У нас система создана уже более 25 лет. Она, конечно, дает свои воды, поэтому наши дети выступают, конечно, всегда достойно. И к новостям спорта. В 2023 году в Барнауле проведут первенство России под дзюдо для детей. Такие масштабные соревнования для Алтайского края действительно событие. Подобного не было 30 лет. Команда от нашего региона уже сформирована. Спортсмены тренируются под руководством иностранного тренера, пятикратного чемпиона Монголии под дзюдо. Подробнее расскажет Дмитрий Дроздов. До старта домашнего первенства России под дзюдо еще два года. Но подготовка уже идет полным ходом. Юные спортсмены тренируются два раза в день и покоряют как классический вид дзюдо, так и японский. Иностранный тренер, как его называют в Барнауле, Сенсей Эрден, делится своим огромным опытом с дзюдоистами. По словам ребят, главная их задача – это победа. Конечно, надо войти в призы, чтобы оправдать всю работу, которую мы проделали. Ну, и постараться, например. У нас разница такая. Если нам ставят в основном русскую технику дзюдо, а, соответственно, уже Сенсей Эрден, он нам ставит чисто японскую технику. С самого начала мы начали проходить. Интереснее, конечно, в японской технике. Почему? Ну, потому что там больше углубляемся в этот спорт, больше понимаем. Команду учат и учат со всех сторон. Иностранный тренер. Раз, два, самообразование, чтобы тренировки не мешали урокам, детям предоставит репетиторов. И третья составляющая будущего успеха – сборы. Первый уже состоялся. И фокус у них был только на тренировочном процессе. Они, чтобы не отвлекали ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни друзья какие-то там со двора. Вот, чтобы они полностью сфокусировались и тренировались. И я думаю, что это уже видно, что ребята по-другому относятся к тренировочному процессу. Соревнования пройдут в Титов-арене, где будет уложено 4 новых татами. По итогу отбора сбор на Алтайского окрая будет состоять из 30 человек. А бюджет мероприятия составит не менее 20 миллионов рублей. Основные расходы на региональном Минспорте и Краевой Федерации Дзюдо. В 2023 году Барнаул вновь станет столицей спорта. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком. Продолжение следует...